Продолжение следует... 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 Поэтому приучить детей к труду – это очень важно. Это и родители поощряют, поддерживают нас, и дети сами. В любом случае, из 100 детей, в процентах 10, будут в дальнейшей своей судьбе обращать особое внимание к земле, к сельскому хозяйству. Вообще-то и сельское хозяйство нас кормит, и земля нас кормит. Поэтому с целью пропаганды эта работа проводится в образовательных организациях. Как тебя зовут, фамилия, имя, ученицы какого класса? Меня зовут Натурлаева Айна, я ученица 9 класса. Я бы хотела рассказать, что у нас в семье тоже занимаются садоводством, как и у нас в селе. Мои родители в основном увлечены этим. Я, конечно, тоже сама увлекаюсь, и мне это нравится. И я могла бы предположить, что я бы стала агрономом в будущем. Хорошо, ты станешь агрономом. Что бы ты хотела? Какими технологиями? Может быть, традиционным? Что ты считаешь более перспективным? Традиционное садоводство или интенсивные сады? Ну, честно говоря, мне кажется, это все равно традиционное. Ну, более... Ну, говори, как ты считаешь? Почему? Ну, человек трудится, и это все равно и так же для человека хорошо. И в основном это больше тоже рабочих мест тоже будет, я бы сказал. Как вы считаете, насколько перспективно для школы вот такое аграрное направление? И вообще для чего это так важно? Ну, в принципе, нужно начать с того, что республика Дагестан – это аграрная республика, а Сулейман-Стальский район – это один из таких районов, где успешно развивается агропромышленность. У нас есть прекрасные сады, вот, сады и виноградники, и наша Сумурская школа на данный момент является школой, один из таких школ в республике с аграрными уклонами. Вот этот сад, который вы здесь видите, этому саду почти три года. Сажали этот сад, эти саженцы, значит, с участием наших школьников, учителей. И вот сейчас, в течение времени, такой прекрасный сад вырос. На этом, естественно, мы не хотим останавливаться. Здесь земли у нас достаточно много. Рядом есть отдельный участок, где мы посадили в прошлом, позапрошлом году фундуковые деревья. Есть несколько гектаров из земли отдельный участок, где посажен уже грецкий орех. Будем развиваться. Какое время года наступило? Весна. Радмила, полноте? Наступил время года. Молодцы. Сколько весенних месяцев вы знаете? Оксана? Март, апрель, май. Молодцы. Вот наступила весна, ребята. Давайте вспомним, что изменилось в природе. Показались на деревьях первые бутоны. Молодцы. Еще цветы? Появились красивые цветы. Молодец. Много чего. Милена? На деревьях появились цветы и листья. Листья. Молодцы. В это время года у людей очень много работы, ребята. Правильно? Да. Весной в огородах люди копают, сеют, сажают. У всех есть огороды? Да. Молодцы. Кто из вас любит трудиться? Я. Чем вы помогаете? Плак, сам скажу. Я помогаю маме поливать цветы. Молодцы. Еще? Я помогаю папе сажать картошку. Молодцы. Ребята, обратите внимание, у нас несколько лет функционирует наша теплица. Здесь мы сажаем зелень. Там есть еще морковка, зелень. Вы обедаете у нас? Да. Правильно, ребята. На кухне обедаем. Наша тетя Галя кладет эту зелень, супы и всякие эти. Правильно. Теперь, а еще какие верные друзья, помощники. Ребята, у нас человек в огороде есть. Тяпка. Тяпка. Шланг. Шланг. А для чего нужен нам шланг? Чтобы поливать цветы. Поливать. Еще, еще. А кем? Лопата. Лопата. А для чего нужна лопата? Чтобы копать. Копать. Молодец. Ведро. А кем? Ведро. Ведро. Ведро для чего нужна? Грабля. Ведро. Молодцы, ребята. Правильно. Ведро. Да. Грабля. Ведро. Грабля. Ведро. Да. Красный цвет, желтый и веленый. Молодцы, все красиво. Возди, Гайдима, кто тебе подарил? Кто? Купил? Ты лесугицкий язык не знаешь, что ли? Ты где живешь? Покажи свой дом, покажи. Он там. А кто? Ты с кем живешь? Бубо живешь? Ты в садик ходишь или в школу? Скоро в школу пойдешь. В футбол идешь играть, да? Ты хорошо играешь в футбол? Да. Давай, иди, беги.